Приветствую вас, Юрий! Кто-то может, а кто-то не может. Такой я дал бы заголовок вашему вопросу или подзаголовок своему ответу, потому как одна из ключевых проблем заключается именно в том, что вы чего-то хотите, считаете это аморальным и себе, соответственно, не позволяет. Если кто-то считает что-то аморальным, то он совершенно определенно этого стыдится. Если человек этого стыдится, то он как бы не принимает это что-то в себе самому. И если он что-то в себе самому не принимает, то можно говорить о том, что человек не является полноценным, человек не является самодостаточным. И своего партнера, своего партнера, такой человек принимает тоже не совсем корректно. То есть, грубо говоря, я безусловно не принимаю себя, а я не принимаю безусловно другого человека. Я запрещаю, не позволяю что-то себе, я запрещаю что-то другому человеку. Когда другой человек позволяет себе делать что-то, чего не позволяет себе делать, мне от этого становится не по себе, мне от этого становится плохо, мне от этого становится нехорошо. Я сравниваю себя с этим человеком, и мне, в общем-то, ну, это сравнение, в общем-то, не идёт на пользу, это сравнение, в общем-то, не идёт куда-то в позитивное русло, да. Вот. То есть проблема здесь в том, что вы чего-то хотите, но считаете это моральным, хотя норма моральная это вообще полное чут, что мы думаем, что как бы это никогда не работало. То есть если вы хотите, к примеру, что-то попробовать, в сексе, допустим, то ничего морального в этом нет. Если вы этого хотите. Это первое. То есть вот этот вот пересмотр моральных, пересмотр ваших моральных установок, это вам 22, а вы уже мыслите в какой-то степени догматично, весьма догматично. Это первое. Второе. То, что вам причинило боль поведение девочки, ее выбор, ее решение, ее поступок, свидетельствует, во-первых, о том, что вы не уверены в себе, во-вторых, о том, что вы сравнили себя с другими мужчинами, очень зрители, что вы девушку воспринимаете, как некое средство для себя, средство к получению чего-то для себя, что очень важно. Вот. И, в общем-то, свидетельствует о неком таком, ну, скажем так, необычном отношении к сексу. То есть секс для вас имеет большее значение, большее значение, чем он должен иметь. То есть через секс вы реализуете какое-то свое внутреннее противоречие. Так, можно сказать. Секс вы используете здесь, в данном случае, как некое средство, средство для, ну, достижения какой-то, как бы, какой-то своей цели. Какой цели, это уже вопрос, но используете. И вот, и вот, вся тонкость в том, чтобы постараться максимально определить, что это за момент, который вы пытаетесь компенсировать через секс. Соответственно, о любви к девочке говорить в прямом смысле этого слова не приходится, потому что вы ее, безусловно, не понимаете. И, в общем-то, в отношениях находиться вы не можете адекватно, пока не решены ваши внутренние противоречия. Те, что вы пытаетесь компенсировать за счет девушки. Те, которые вышли на передний план после того, как вы узнали, что у девушки есть там определенное прошлое, скажем так. И, в общем-то, вот это является тем, что причиняет вам боль. То есть, если можно так вот финализировать то, что я сказал, то боль причиняет то, что девушка совершила нечто аморальное, по вашему мнению. Но все равно такое, что вы хотите, а на мой взгляд вы нет. То есть, вы дискредитированы. Понятно, что это не единственная проблема. Здесь есть проблема еще и стремная, стремная со всеми вытекающими последствиями. Вот, понятно, что здесь есть ваши внутренние противоречия, не связанные с сексом. Вот, и понятно, что здесь есть неверность в себе и занесенная самооценка. А также догматичные отношения к прошлому и некие установки по поводу восприятия человека. То есть, человек воспринимает вами как объект принадлежности, а не как субъект свободного волеизъявления. Если отказаться от восприятия человека как принадлежности, то ситуация будет гораздо легче и лучше для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok